Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. После вчерашнего разбора полетов мы там столкнулись с одной небольшой проблемкой, что начались высказывать, а я думаю это лучше, а я думаю, что вот это лучше работа и так далее. И это то, чего я как раз не хочу на канале, это то как раз и чего не хочу. Поэтому я так подумал, ночь переспал и решил оставить все как есть. То есть я буду определять это, пользуюсь именно моими представлениями о правильности, я еще раз подчеркиваю, только моими, потому что сколько людей, столько мнений и я не хочу играть в эту демократию, пускай лучше останется так, тогда у вас будет всего один козел, отпущение, это я. А так там еще и перессоритесь, не дай бог, нет, как говорят немцы, он Gottes Willen, то есть не дай бог. Итак, я сейчас только что из магазина и прикупил, как вы видите, разные суши. Сам я суши как бы не ем, но думаю, что для многих это в общем-то вкусный продукт и я искал что-то такое, чтобы могло не быть дефицитом, скажем, там в России, во всяком случае в городах, я думаю, где-то можно всегда найти суши или как наши рукодельцы могут делать сами. Поэтому мне пришло в голову сделать рекламу для суши. Даже не столько рекламу, а мы с вами сегодня сделаем лист один, меню. Допустим, представьте себе, что у вас попадается заказчик, да, какой-то вот суши-ресторан или еще что, ему надо сделать каталог. И вот сегодня его продукции, да, и вот сегодня один лист такого каталога мы с вами сделаем. И потом я вас попрошу его повторить. Делать мы будем в фотошопе, не в индизайне, что нормально. Дело в том, что не у каждого есть индизайн. Я покажу, как можно сделать в фотошопе. Хорошо? И сейчас мы с вами начнем. Сделать я собираюсь вот такую картинку. И, как видите, для нее мне нужно четыре различных вида суши и одну большую декоративную такую, чуть ли не макро сделать, вот с такими завитками. Ну, глаза боятся, руки делают. Начали. Для начала мы возьмем кусок черного зеркального стекла. У меня это от полки. Можете посмотреть. Вот мои полки, да. Если у кого-то нет, значит, черный акрил. Нет черного акрила, значит, черный ватман, наверх лист стекла. То есть, вот так. И теперь мы сначала поставим... Мне достаточно здесь будет стрипа. И сфотографируем. Что мы видим? Да, довольно-таки темную картинку. Ну, понятно, мы снимаем с одним светом. И так как я планирую как минимум три источника света, то этот у меня не на всю мощность, конечно, да? Так. На что надо сразу обратить внимание? На то, что суши должны находиться все время на одном и том же месте. Как хотите, помечайте, как хотите, запоминайте. Но я обычно делаю так. Убираю одну, ставлю другую, убираю одну, ставлю третью. И тогда все нормально получается. Один и тот же угол важен, да? И одно и то же расположение. Хорошо. Теперь давайте сделаем контровой свет. Чем он хорош? Во-первых, он подсветит ребрышки. Эти квадратные они. Он их подсветит, сделает более живыми. А с другой стороны, он даст подсветку отсюда. Так. Я ему дал. Сколько? Ну, три ступени. И, знаете, хотя это много не даст, но и особо не помешает, я сейчас поставлю сюда кусочек пенопласта, чтобы он немного осветил вот этот передний. Ну, я говорю, что это не имеет особого значения. Ставлю просто на всякий случай, чтобы меньше потом вытягивать в фотошопе. Итак. Делаю второй снимок. Уже с контровым светом. Так. Видим. Теперь видим, что заиграли эти боковинки. Проявилась структура кожи рыбная. Хорошо. Что осталось? Ребята, осталось сделать заднюю подсветку более светлой. Сделать этот тон. Не черный я хочу, а на таком сереньком. И для этого сделаем следующее. То есть, у меня здесь стоит еще один софтбокс, который мы с вами включим. У него там всего лишь, по-моему, два. Он мне нужен только для подсветки. И здесь я поставил полупрозрачный диффузор. То есть, я еще более смягчил свет, который пойдет уже от мягкого софтбокса. И он должен сделать красивый серый оттенок. Фотографируем. Ну, вот так. То есть, один из четырех видов нашего каталога странички готов. Слушай, смотрим, чтобы не было пересветов, чтобы рис все-таки был виден, что это рис. Да? Не ушел в темноту, не ушел в светлоту. Именно вот так, как и заднулось. Ну, теперь рутина. Берем четыре вида и фотографируем. И в итоге у нас должны были получиться вот такие четыре картинки. С разной начинкой внутри. Так, первую часть мы сделали. Теперь нам нужно сделать что-то вот такое большое, красивое. Ну, тут надо остановиться, немножко подумать, заодно перекусить. За что я люблю фуд-фотографии. Именно за это. Вкусно. Я сейчас взял кусочек кожи с одного сушика и намотал вот на полупрозрачную у жены взял кисточку. И вот теперь в разных позах так-так-так-так-эдак я ее буду снимать. Чтобы потом из этого сделать то, что мне хочется. Начнем, пожалуй. Возьмем, вот я на спичную, вернее, на зубочистку надел. Чуть-чуть обожмем. И начнем тоже снимать, поворачивая под разными ракусами. Ну, а потом уже воспользуемся таким, какой нам нужен. Ну, все. Вот и заготовок мы наделали для своего странички каталога. Теперь остается фотошоп. для начала мы откроем фотошопинг нашей картинки и с помощью пера сделаем обводку. Поправим, если нам необходимо. Здесь, мне кажется, слишком высоко. Ну, так обрезано. Ну, некрасиво. поэтому просто так сделаем. Хорошо. Теперь пойдем выбрать сделать выделение. И это выделение уже пойдем сюда в фильтрах. Вернее, в выделение. И сделаем улучшить края. Ну, где-то вот чуть-чуть заведем его внутрь края. И теперь Ctrl-J это можем уже выбросить. У нас на отдельном слое находится один из. Пока ничего не делаем. Будем делать все вместе. Пока просто вырежем и положим в папочку. И так делаем все четыре. Так сделали раз два три четыре. Отлично. Теперь открываем новое и эту открываем новое теперь. Чтобы нам было попроще мы возьмем так один формат А4 ВСЕ действие Семь плюсом 300. Так хорошо. Сразу же Ctrl-R линейки и где-то по 3 миллиметрика ребята надо будет отойти от края. Это нужно для того что когда будут печатать что машина не может печатать ровно она где-то скосит где-то чуть-чуть на пол миллиметра уйдет и вот для этого делаются такие вот так примерно но мы с вами сейчас не будем уже у нас все-таки симуляция но это вы должны знать так теперь просто переносим все сюда на этот лист достаточно большой не обращаем пока внимания что там что-то темное все это мы сейчас с вами поправим сейчас главное сюда нам все загрузить теперь разделим на наш дизайн ляло сделаем то есть вот где-то так на 4 части здесь одну большую и 4 маленьких вот так как я уже сказал фотошоп он не особо заточен под это поэтому лучше если вы действительно делаете делайте в индизайне или доверьте кому-то кто хорошо я работал в квак экспрессе там немножко другая но принцип тот же самый так вот так мы сделали и теперь в эти квадратики нам надо вписать наши суши первые вот они у нас берем первую сушу и смотрим в квадрат и вписываем где-то вот так наверное второе дорабатывать будем уже потом сейчас нам главное расположить правильно и соответственно размер должен быть тоже одинаковый так пока вот так расположим а потом посмотрим уже как будет по дизайну лучше потому что я планирую здесь еще сделать тексты блоки текстов которые мы сейчас с вами найдем и сюда сразу поставим так видим что два красных сразу это нехорошо есть меняем по диагонали вот сюда сделаем не очень зрачная начинка ну вот где-то так пока это черновик скажем наш теперь подберем сначала просто серенький фон пока простой вот такой серый фон с которым мы будем еще играться но теперь я хочу сюда сначала поставить блоки различных текстов а потом уже делать окончательно размер теперь сделаем такую болванку текстовую любую цифру здесь неважно и выделив все эти три текстовых файла поставим передвинем сюда далее нажав Ctrl от мы можем это копировать и ставить вот в эти места еще раз четвертый вот так потом мы можем естественно это менять как нам заблагоразуется этот текст чтобы он не был похож на один и тот же это так называемый тоже болванка текст который практически состоит из непонятных слов просто служит таким одним из возможностей сразу же так эти две надо перенести наверх чтобы не путаться вот так переносим наверх хорошо так ну и смотрим насколько нам надо здесь будет еще раз уменьшить чтобы поместилось и туда и сюда так здесь тоже нет я записываю Наташ здесь здесь записан думаю что я уже наверное помешался на своих видео или на работе на своей что начал сам собой заговариваться нет 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 еще пока рано так вот так сделаем посмотрим но еще можно поравнять так здесь поставим для удобства вровнем так здесь поставим и здесь вот это у нас будет легче немножко ориентироваться уберем здесь цепляние за эти и тогда мы сможем спокойненько здесь еще одно поставить сейчас вот так пожалуй все готово ну а теперь мы можем поменять там цены здесь штуки текст тоже можем там убрать сделать побольше чтобы более-менее было реалистично и займемся уже с самими картинками вот этими будем смотреть как сделать лучше объединим все потащим вот сюда в папку назовем папку тексты пускай она у нас пока так лежит все ну настало время теперь заняться уже самими сушами чтобы они выглядели не так мрачно я боялся пересветить рис и поэтому так она пускай лучше будем вручную сейчас это делать чем пересветы пересветы это страшно так чтобы автоматизировать этот процесс давайте мы с вами воспользуемся фильтрами и возьмем ник коллекшн и вот этот виза вот это много вот так давайте посмотрим что произойдет подсветим маленько сделаем контрастнее немного добавим затягунок насыщенность и структуру дадим потому что рис не должен у нас пропасть так вот интересно здесь не сохраняется настройки да 30 ну везде по 30% структура 20 ок вот так она сделалась пока меня это устраивает единственное что да устраивает где-то вполне посмотрю на счет нет нормально все хорошо не надо ничего тут виза справилась хорошо теперь давайте попробуем вывести уже без виза низ наш так смотрим только на низ вот так низ должен быть вот таким вот так 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 ок и мы ему сейчас черную сделаем маску хорошо и с помощью с помощью градации белого цвета делаем здесь так так кистью убираем лишнее потому что тут у нас с вами есть виза у которой мы тоже можем поставить маску и удалить так вот так смотрим если нужно то уменьшаем или увеличиваем я думаю что вот так будет так будет хорошо готово первое мы с вами сделали ну и так все остальные так после того как мы это сделали уже все ну пришло время скажем так заняться фоном для чего мы с вами первое что сделаем затемним возьмем там вверх корректор и пойдем затемнять нет вот так примерно затем или так теперь следующий этап мы делаем еще одно еще одно уровень так и берем теперь градацию вот эту кругленькую и на этом слое так только не так наденем в серединке сейчас мы сносим вот если большая так большая делаем чуть поменьше вот так и начинаем вот сюда подкладывать так теперь контрол альт можем это дело размножить еще раз сюда и вот сюда хорошо объединяем эти что-то у меня опять получилось так объединяем их тянем сюда в папочку получаем папочку и с папочкой уже можно работать то есть я сначала сейчас уравновешу мне это кажется слишком то есть можем поменять сразу на всех вот это свечение оно не должно быть слишком большим вот так где-то да и придадим некоторую синеватость теперь возьмем холодный фильтр вот этот 82 и так это смотрим вот где-то ну вот так зависит от того что вы хотите получить допустим я хочу просто чтобы ушла эта оранжевость да и начинаю постепенно двигать двигать и пока не получу нечто нейтральное вот такое вот такое хорошо так и наверху я сразу тоже сделаю большую такую где я собираюсь уже еще один слой так можно в группе сделать еще одну еще один слой так вот так и здесь его уже ну это большой слишком слишком а вот так вот так и его надо подверить бы отдельно такая конечно возможность есть где-то так должно у нас получится может быть даже побольше сейчас я сделаю побольше мне кажется нужно побольше сделать хотя проще сначала проще было бы сначала сделать то что мы собираемся а потом уже наносить такие штуки но мы же профессионалы так теперь в эту группу так как мы с вами уже в общем-то поле аута определились мы можем теперь линии убрать видим что вот так у нас выглядит да хорошо и позаниматься немножечко допустим мне кажется что здесь слишком много текста из него так выбрать парочку так здесь годнели напишем годнели так здесь здесь напишем вот так влакс красная гриба здесь я не знаю пильцы наверное грибы не знаю грибы а тунец это скорее всего тунец я не разбираюсь в этом называется туфиш так и напишем туфиш так здесь удалим название ну в общем вот работаем с текстом не буду я вас отвлекать или так теперь приступим к самому трудному нашему участку да посмотрим какой бы нам наиболее подходящий я думаю этот наклон подойдет так берем его вырезаем это так и сюда вот касается теперь вырезать надо с помощью пера вы знаете как это делается не буду показывать хотя в этом случае мне не понадобилось перо я просто кликнул лошадной палочкой и все давайте еще раз сходим теперь везу это она мне понравилась в общем-то довольно таки так неплохо работает так давайте посмотрим что у нас с освещением структуру сразу выделим вот так хорошенечко структуру контраст нам не помешает но много не надо и вот там чуть-чуть огурец но чтобы он в желтом то не было вот так уберем наоборот белый сделаем рис ок а это мы потом всегда сможем с помощью маски решить вот теперь у нас рис понятненько так смотрим было стало да хорошо значит здесь ставим маску и просто-напросто сейчас с помощью черной кисточки обратно выведем наш огурчик ну и тут немножко тоже добавим так чтобы реалистично все было все прекрасно посмотрим чтобы не делать лишнюю работу сначала сделаем вот эту кожицу а потом уже поглядим сколько где убрать вот эти остатки от кожи пошли смотреть кожу теперь начинается самое сложное начинаем колдовать с нашими кусочками так для начала тоже я предлагаю их вырезать я сделал шесть семь этих кусочков и поэтому есть из чего выбирать поэтому я сейчас сначала нарежу их вот так нам врезаем складу один ящичек и потом уже буду из них что-то собирать вот отсюда я вырезал два кусочка таких и перенес их вот сюда здесь объединил и сказал что ребята мне надо это делать перезагнуть всяко разно не так называться фирк ну вот поизгибать каким-то образом потому что я хочу какую-то небольшую динамику здесь сделать мысль такова что раскручивается спираль но для этого чтобы эта спираль получилась мне надо еще вот здесь продолжить эту линию так вот так вот сюда ну и естественно здесь нужно пойти так я сделаю следующее сделаю сейчас как она должна быть потом снизу ее подложим вот так и заберу лишнее секунда да тут вот нужно знание немножко как это должно двигаться все как это должно выглядеть но с помощью моего рук этого я думаю что вы справитесь смотрим толщину толщину чуть-чуть делаем тоньше вот так соединяем так теперь делаем следующее возьмем тоже какой-нибудь подходящую курочку ну допустим вот такую да тоже ее вырежем сейчас быстро вырезали тут без всяких просто и копируем ctrl c копируем ее в буфер да а здесь говорим что мы сейчас нужно сделать выделение встать спать низ этих двух и сделать новый слой и теперь ctrl shift alt fall вот мы ввели сюда да ввели и теперь начинаем подстраивать ее по размеру по форме вот так и ясно что она должна быть темнее это понятно да так поэтому мы ее сейчас и затемнем скажем так вот здесь скажем что применить останется у нас кусочек этот кусочек мы теперь глядя сюда будем затемнять так вот с помощью вот этого вот так это и взяв кисть чуть-чуть чуть-чуть буквально чуть-чуть выделим серединку так вот чтобы это было похоже на верхнем слое с помощью уберем вот этот отличный кусочек сейчас поближе покажу вот этот и здесь теперь мы можем эти вещи все соединить вместе в одно есть control E возьмем размазительный размазительный такой палец возьмем да и вот им аккуратно тут связием где не попали да так вот раз раз малючко все отлично если недовольны результатом как я да возьмите штампик штампиком уже доделайте так как вы хотите то есть вот мы получили с вами такой завиток вот здесь я сделаю сейчас то же самое то есть смотрите я еще так у меня десятый слой что это такое десятый слой непонятно ну тем в общем пустой да пустой так вот теперь здесь я сделаю еще так чтобы было объемно да мне надо сделать вот тут вывести вот сюда да лента она же не может так закончиться правильно поэтому вот так ее выведем то же самое контрол сделать выделение и так у нас буфере до сих пор находится эта штука то мы ее создаем контрол shift альт фа и введем но нам надо ввести ее за нашим вот так вот так нам надо ее ввести кстати эти можно соединить и посмотреть тоже посмотреть как он будет выглядеть то есть мы сейчас возьмем вот этот нам нужно скажем что нам нужно это применить вот у нас получился такой кусочек а с этим кусочком мы уже можем что-то сделать то есть надвинуть его вот сюда мне кажется вот тут будет лучше вот так смотреться так и сразу же его и затемнить сейчас вот так он должен быть темнее потому что у него падает как бы тень тень там останется а здесь вот этот край чуть-чуть с помощью белой мы должны ввести так черный так видите это такая скрупулезная работа но только тогда она выглядит на самом деле правильно когда когда мы так тщательно работаем что еще что еще вот так моего туда и еще я бы хотел вот этот низ сделать чуть светлее мне кажется слишком черным поэтому поэтому сейчас выведу его поярче вот так вот так нет надо вот так вот так теперь черную маску накладываем и проявляем с помощью белой красочки вот тут да как бы подсветка должна быть снизу вот так хорошо здесь чтобы у нас этот не казался прилепленным сюда его надо сделать от него надо тень соединим теперь уже готовые все части и вот здесь нам необходима тень то есть мы сейчас просто сейчас сделаем шлагшат обычную посмотрим куда нам сделать этот аркштант вот она так потом размыть ее вот так вот так да окей следующее действие простое мы идем сюда в эти тени говорим превратить ее в обычную 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 обычный слой смотрите видите это просто теперь обычный слой вот с этим слоем мы можем работать то есть мы сейчас нажмем арт сделаем черную маску и аккуратно с помощью белой кисточки уберем декрафт вот здесь только в этом месте покажем что у нас здесь она как бы загораживает смотрим и если нам кажется что это перебор то вот так оставляем готово ребята первое готово ну и я сейчас посмотрю захочу ли я еще сделать то есть вот как бы вот отсюда еще вот сюда какую-то лямбочку но показывать я это уже не буду потому что ребят но это будет повторение да то есть основные принципы вы поняли я сейчас это сделаю и вам покажу результат договорились вот так у вас должна она выглядеть верхняя так ну и теперь еще раз нам нужно перенести ну не все конечно только огурцы вот эти вот сюда тоже цену поставим так отлично а далее далее я еще вы знаете наделаю тут немножко крошек это конечно спорная вещь кому-то это нравится кому-то нет я как-то на одном из каналов там целый небольшой срач услышал но дело в том что на том же канале и отправили тем кто хочет делать красиво и правильно идите к Эдуарду Петеру поэтому ребят мы с вами сейчас такие крошечки сделаем они придают немножко экспрессии мне на мой взгляд так делаем новую и тут с помощью штампика только на новом фоне следите чтобы у вас было все слои возьмем вот от огурца здесь и сделаем вот такие крошечки хорошечки надумание не помешают придадут какой-то небольшой беспорядочек что в принципе мне и надо так ну и здесь сверху сделаем так это уже чисто художественное допустим понимаете для стока конечно это не нужно такое делать потому что а вот если вы на заказчика работаете то можете объяснить ему что вот у меня тут такая идея что как бы вот он летит разворачивается или наоборот летит заворачивается и нужны какие-то такие вот небольшие пятнышки как бы да даже здесь сделаем так раз 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 вот видите ну небольшой взрывчик никому не помешал в общем-то ну и если это сделано на отдельном слое это всегда можно убрать при желании если не хочет этого делать то вот так можно и убрать все дорогие друзья ну вот дорогие друзья мы с вами получили картинку картинка довольно сложная да работа сложная но симпатичная на мой взгляд так вот так как это у нас курс повышения квалификации то пожалуйста и повышайте квалификацию я не приму таких заявлений что это сложно в фотошопе и так далее ребята вы обязаны владеть фотошопом на очень хорошем уровне чтобы быть конкурентоспособными понимаете поэтому тут скидок не будет и у нас с вами не забывайте курс повышения квалификации у нас те курсы уже давно прошли где фотошоп и так далее те кто захотел бы сейчас возобновить свои знания милости прошу есть в плейлист о фотошопе там можете освежить свои знания но но опять же не забывайте у нас копипаст то есть старайтесь сделать точности как вот на этой картинке желаю успехов через 10 дней ровно через 10 дней мы с вами встретимся присылайте свои работы на по этому адресу я буду рад их видеть и снова с вами встретиться кстати если будут вопросы то вы знаете по пятницам у нас фотографические посиделки можете мне их там задать по этому тоже заданию ну а пока я с вами прощаюсь всего вам доброго пока пока Субтитры сделал DimaTorzok